Доброго всем дня! Сегодня у нас 21 ноября 2023 года, Харьков, я продолжаю свой видеодневник. У нас солнечная морозная погода, очень холодно, минус 5 градусов, ощущается как минус 8. Кто-то скажет, да ты что это вообще тепло, а у нас минус 30, минус 50, но я вам хочу сказать, у нас была слишком теплая осень. И сейчас, так как организм еще не адаптировался, кажется, что слишком холодно. Вот я сегодня выходила на улицу, хотя минус 5, я же говорю, но полное ощущение, что очень холодно, очень. Даже вот кажется с непривычки, что минус 20. А завтра минус 11, кстати, еще холоднее. Ну, такая настоящая зима, пришла в Харьков со снегом и морозами, но через несколько дней уже опять 0 и там 1-2 градуса. В общем, такие скачки, скачки. Я считаю, что такие перепады температуры не есть хорошо. Так, сегодня у нас 21 ноября, День Святого Архангела Михаила, поздравляю вас с ним. Я зашла почитать, что же, как, по поводу этого праздника. Честно говоря, я раньше не знала приметы, что нужно делать на этот праздник, а сейчас... Амиран, помаши всем, скажи привет. Привет, ребята, привет! Так, давай я расскажу зрителям. День памяти Михаила. Отмечается это последний большой осенний праздник перед рождественским постом. А народные предки верили, что приметы могут подсказать, как лучше провести этот день. В этот день следует накрыть роскошный стол. Согласно примете, чем щедрее стол, тем будет довольнее Михаил. На стол также следует поставить мясо. Обычно это был холодец, приготовленный из говядины или свинины. А приглашение большого количества гостей всегда было хорошей приметой. Помимо этого, нужно задобрить дворового, младшего брата домового. Предки верили, что домашний дух проживал вместе с животными. Именно от него зависела жизнь домашних животных. Поэтому в хлеву оставляли для него богатый ужин и говорили хорошие слова в его адрес. Однако в этот день нельзя мыть голову. Согласно запрету, кто голову в Михаила в день помоет, тот весь ум может вымыть. Также запрещено рубить, резать, шить, потому что эти все занятия могут навлечь на человека гнев Михаила. Запрещалось и работать из-за корыстных причин. Нельзя было заниматься подработками ради быстрых денег. Люди верили, что Михаил может наказать таких людей. В этот день запрещено жаловаться на жизнь, иначе могут прийти неудачи. Не стоит ругаться в этот день. Лучше провести праздник мирно, даже не повышая голоса. Споров и конфликтов не стоит допускать. Говорить другим о хорошем сне не стоит, потому что сон может не сбыться. К слову, в этот день люди ждали оттепеля, а после земля начинала замерзать. Если с утра иней, то будет снежная зима. А туман говорил о теплой погоде. Ясный день указывает на лютые морозы. В случае, если на елках мало шишек, а на дубах много желудей, зима придет теплая. Да, еще мне сегодня написал подписчик, что сегодня всемирный день рыболовства. Так что всех рыбаков, я знаю, у меня есть зрители рыбаки, поздравляю вас с этим днем. У меня в семье рыбаков нет. Так, еще я хотела бы сказать такой момент, ребята. В субботу на барахолке я вам показывала много изобилия товара. И там была кукла, вышиванки, мальчик, на которого я сказала украинец. Многие зрители подчеркнули, что это беларусь. Да, я прошу прощения, это, конечно же, беларусь. Я пересмотрела видео, у него даже пояс в цвет беларуского флага. Так что, да, беларусь, простите. Увидела вышиванку, я говорю, украинец. Нет, конечно же, вышиванки были везде. Вышиванки есть в различных регионах. И в каждом, кстати, регионе свои разные рисунки, свои цвета, свои узоры. Поэтому об этом можно снимать отдельный переночек. Я уже рассказывала про вышиванку. Так что я вам еще сегодня хотела сказать. По поводу... Человек написал, у вас обменники все закрыты. Закрыты обменники, долларов ни у кого нет. Но на барахолке все в долларах. Кто вам сказал, что в Украине... Ну, мы сейчас будем брать Харьков. Я живу в Харькове, закрытый обмен валют. Нет, у нас обмен валют работает. И он работал, и все продается, покупается. Любая валюта, ничего не закрыто. Все работает. Это неправдивая информация. Дальше еще был такой вопрос про... Даже не вопрос, а утверждение. Возьми кредит. Возьми машину в кредит. И тебе не придется потом ничего отдавать. Ну, кто вам сказал такой бред? У нас сейчас, кстати, люди очень сильно боятся кредитов. И стараются... Те, у кого были кредиты, они стараются с ними распрощаться, погасить. Чтобы не было никаких долгов. Потому что очень жесткие меры применяются к людям. Чтобы получить с них долги. И недвижимость забирается, и много чего. Я знаю такие случаи. Поэтому люди стараются жить без долгов. И боятся вообще брать кредиты. Кредиты сейчас мало кто берет. Ну, и мало кто еще дает. Вот. Рассказывают мне люди, что кредит сейчас получить очень сложно. Гораздо сложнее, чем было до 2022 года. Просто так, когда человек приходит просто с паспортом и кодом, как правило, кредит ему вообще не дают. Это стало все гораздо сложнее. Поэтому тема кредитов в нашей... По крайней мере, то, что знаю я про Харьков, но я думаю, это касается всей Украины. Люди стали... В общем, кредитов стало меньше, чем было до 2022 года. И стараются их погасить. Избавиться от кредитов. Вот так вот стало сейчас. Так что это тоже такая чушь. У меня, слава Богу, с этим проблем тоже нет. И что я вам еще хотела сказать? А, очень важный мне сказал человек вчера момент такой, написал в комментариях, что что же делать тем людям? Вот он родился 19 декабря. И родители его назвали в честь Святого Николая. То есть на День Николая его назвали в честь Святого Николая. Он говорит, таких же людей много, рожденных 19 декабря, которых назвали Николай. Так что теперь делать? Родиться обратно или переродиться на 6 декабря? Что теперь делать этим людям, которых назвали в честь Святого, в честь праздника? И праздников-то таких много. Если теперь даты сдвинутся, что прикажете делать этим людям? Интересный еще вопрос. На эту тему тоже стоит задуматься. Еще хочу поблагодарить всех моих хороших подписчиков за ваши добрые комментарии, потому что комментариев было очень много добрых, хороших. И я бы хотела даже с вами некоторыми... Садись, садись. Так, иди, давай, не балуйся. Ну, ребята, я вам показываю свою жизнь так, как это есть. Простите. Это жизнь. Так, я хотела бы сказать... Так, я бы хотела прочесть комментарии, которые вдохнов... Ну, то есть, я понимаю, что каналы, когда я показываю какие-то предметы искусства, вообще жизнь, много разных аспектов нашей жизни, то это вдохновляет других на разные. Вот, хотела бы несколько комментариев зачитать. Вообще, Татьяна, как начала смотреть ваш канал, больше года назад изучила все сервизы у родителей. Помимо немецкой и чешской посуды, я обнаружила пару чайных пар ленинградского фарфорового завода. По-моему, от бабушки достались. Не вспомню название сейчас, но целый набор каких-то прямо приличных денег стоит. Ну, наверное, кобальтовая сетка. Такое самое распространенное ЛФЗ, да, и сейчас производится, и очень дорого стоит. Может быть, и другие сервизов, достойных на ЛФЗ, сделано бесчисленное множество. Так. Следующий. Пишет человек-зритель. А вот для меня это настоящий музей с бесценными экспонатами ушедшей эпохи. Да, о барахолке. Да, это музей под открытым небом. Привет, я вам расскажу одно мое наблюдение. Показал я ваше видео одному моему знакомому. Когда он увидел все эти вещи, у него загорелись глаза и потекли слюни. Приходите, приходите на нашу барахолку. Таня, вы сегодня в следующий комментарий сделали мой день. И вот почему у меня есть девочка с малахитовой шкатулкой и балерина. Это все, что осталось в памяти моих родителей. Благодаря вам я сегодня целый день вспоминала маму и папу. Но еще... Да ты что? Я серый волк? Но еще не все. У нас в Ростове... Так, сегодня сильный ветер, но... Татьяна, вот так вкусно в следующий комментарий. Рассказывайте про всякие старинности, аж слюнки текут. У мамы в 70-е годы тоже было много интересного. Если бы тогда знал, что это будет кого-то интересовать. Так что вот так вот, ребята, спасибо вам большое за комментарии, за добрые комментарии, за то, что вы рассказываете истории своей жизни, истории семьи, истории, связанные... Очень часто люди видят на видео какие-то предметы, которые вспоминают. Были у них, хранились в семье, и начинают рассказывать, связанные с этими предметами, истории. Мне очень приятно, почитать всегда интересно. Я люблю узнавать что-то новое. Бывает, вы мне рассказываете действительно какие-то такие вещи, которых я в жизни не знала. А мне это интересно. Поэтому делитесь, я буду только рада. Кто хочет написать какую-то гадость, воздержитесь и будьте чуточку добрее. Не стоит. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на негатив и злость. Друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.